Здравствуйте! При устройстве на работу многие люди, чаще всего старшего или пожилого возраста, панически боятся фразы о необходимости и умении работать на компьютере. То, что устраивается на работу куда-то в специализированную фирму, которая занимается программным обеспечением, разработкой какой-то графики, заполнением баз данных. Естественно, на такую работу вряд ли стоит соглашаться, ничего не зная о компьютере. Но, прошу иметь в виду, что многие работодатели под умением работать на компьютере понимают такие вещи, как что-то скинуть с флешки, что-то распечатать, что-то записать на диск, максимум набрать какой-то маленький текст и сохранить его. здесь ничего страшного нет, так что любой человек, я думаю, который посмотрит мои видео и научится делать эти элементарные вещи, может смело соглашаться на такую работу. Утверждаю, что он знает, как работать на компьютере. А работа во всяких специфических программах, я думаю, освоится в процессе работы. Начнем с того, что сейчас практически везде стоит операционная система Windows. то есть включив компьютер, вы получите вот такой вот экранчик или пустой или вот как здесь с массой мелких значков, которые в принципе для вас сейчас не важны. Но обязательно на этом экранчике будет либо значок с надписью компьютер или мой компьютер, вот в уголке вот здесь. Или вот такая внизу папочка, обычно желтая или любая, что-то похожее на такой значок, на папочку. Значит, чтобы понять, что такое компьютер, надо вот нажать на кнопочку компьютер быстро два раза левой кнопкой мышки. Нажимаем. Мы получим вот такое изображение. Называется это проводник, но, так скажем, вам даже это не обязательно запоминать. На этом изображении мы видим, что есть у нас в компьютере из того, с чем может работать обычный пользователь. То есть мы здесь видим жесткие диски. Так и написано. Жесткие диски и диски. Они отличаются названием. Вот локальный диск C, локальный диск D. И устройство со съемными носителями DVD. Ну, в общем, DVD или CD здесь будет написано. Это устройство для чтения лазерных дисков. Я думаю, что такое лазерные диски, вы знаете. Это окно может выглядеть совсем по-другому. Вот здесь вот в уголке, вот здесь в уголке, есть значок. Вот такой вот. Вот мышка на нем стоит. Если мы на нем нажмем, то высветится вот такая мини-ушка, которая позволит нам менять внешний вид этого окна. Вот запомните, здесь крупные значки, обычные значки, мягкие, список, таблица, плитка и содержание. Вот смотрите, я сейчас буду на очереди менять это. Вот смотрите, у нас сейчас стоит плитка. Значит, окошко выглядит вот так вот. Если мы поставим содержимое, то окошко изменится вот так вот, следующим образом. То есть те же два жестких диска и DVD-ROM у нас лазерный диск. Теперь переключим на таблицу. Вот такая вот табличка. Список. То же самое. Только поменялось расположение. Мелкие значки. Это каждому устройству приписан значок. Обычные значки, они стали просто крупней. Крупные значки еще крупней. Огромные значки, они стали еще больше. Огромные значки интересны, наверное, только людям с плохим зрением. Но на этих значках мы рассмотрим вот такие особенности. Вот мы видим два жестких диска на экране, обозначенных почему-то разными значками. Ну, вам это может для начала не очень интересно. Первый диск, вот со значком, символизирующим Microsoft Windows. Это диск, где установлена операционная система, которая позволяет компьютеру работать. Ну, так скажем, сюда лучше не лазить. А второй диск, на котором ничего не нарисовано, это диск, на котором можно, так скажем, хранить свои данные. Я говорю, что данные можете хранить и здесь, и здесь. Но чтоб не рисковать и не напортачить, сюда лучше не лезть. Хотя здесь есть много директорий, доступных пользователю по умолчанию. Но если вы это не понимаете и не хотите разбираться, лучше все сохраняйте на диске D. Так будет безопасно. Так, возвращаемся. Ну, давайте поставим обратно плиточку нашу. Итак, открыв иконку мой компьютер или компьютер, вы получите вот такую картинку. Ну, естественно, она может быть, как я показал выше, выглядеть чуть-чуть по-другому. Если мы будем менять внешний вид, вот я чуть-чуть, как я объяснял. Ну, могут быть и другие здесь элементы изображены. Как я уже сказал, жесткий диск может быть либо один C, либо их может быть, так скажем, некоторое число. Любое. Они будут отличаться вот этой буквой C, D, E, F и так далее по латинскому алфавиту. И оптический привод. Но могут быть еще некоторые элементы. Например, если в дисковод, в оптический, вставить диск. Вот давайте я сейчас вставлю любой диск. После того, как он компьютером прочитается, вот видите, сейчас пройдет некоторое время. Вот на этом месте появилась иконка этого лазерного диска и название его. В данном случае Белов ДВД. Ну, какое-то программное обеспечение. А если мы вставим USB флешку, вот такое устройство, оно может вставляться либо впереди, если есть ответные гнезда вот для такого разъема, либо сзади на компьютере, либо просто проводок на столе лежит с таким разъемом, вставляется в него. Вот если мы вставим, то через некоторое время, после того, как, соответственно, пройдут некоторые процедуры, например, у меня стоит автоматом проверка на вирус, антивирусом Косперского. Вот я остановлю, я просто знаю, что уже 10 раз проверяю. Появится значок с названием съемный диск и ему тоже добавится буковка в данном случае F. Но вместо фразы съемный диск вы можете здесь увидеть, ну так скажем, любое название, которое может при форматировании диска дать хозяин этому съемному диску, то есть флешке. Так, теперь посмотрим, что мы можем увидеть, если войдем в один из этих значков, ну, например, в съемный диск. Вот два раза левой клавишей быстро щелкаем по нему и нам открывается то, что есть на этом диске. А на диске здесь мы видим вот такие множество желтеньких картиночек и множество непонятных значков для нас с какими-то прописями. Ну, в принципе, часть вот этих значков можно опознать или понять, что это такое по подписям, то есть читая. Например, вот видите, здесь социальные гарантии. Ну, дурак поймет, что здесь можно почитать про кредит социальные гарантии. Так, вот здесь файлик. Начнем с открытия командной строки. Ну, тоже какая-то инструкция. Понятно. Как я вам и объяснил уже, внешний вид этого изображения можно менять вот этой кнопочкой. Здесь опять у нас сейчас стоят крупные значки, но если мы поставим нашу любимую плитку, то это будет выглядеть вот так. Если список, то вот так вот. Самое главное, все названия сохраняются. Точно так же мы можем зайти, а, чтобы выйти из того, куда вы влезли, может вы влезли случайно, в левом верхнем углу, и есть синяя стрелочка, показывающая налево. Вот если вы ее нажмете, вы оказываетесь в предыдущем экране. Точно так же мы можем зайти и на лазерный диск. Кстати, сейчас покажу второй способ, как можно открыть носители информации, который показан на этом экране. Если вы правой кнопочкой один раз нажмете на значке, то появится менюшка. Здесь, в принципе, все понятно, что в ней написано. Здесь есть пункт «Открыть». Вот вы открываете и получаете содержимое нашего лазерного диска. Опять мы видим желтые папочки и отдельные файлики. В ней шинь вид, который меняем опять же здесь. Так вам удобно. Вот вставим у меня крупные значки. Вот, пожалуйста, наши желтые папочки, в которых, кстати, тоже находятся еще папочки, еще файлики. В этих папочках опять папочки. И так до бесконечности. Здесь содержимое может произвольно быть. Ну и самое главное требование работодателя, чтобы работник мог переписать с одного носителя информацию на другой. Вот давайте посмотрим, как это делается. Для простоты я бы рекомендовал вам делать следующим образом. Давайте начнем сначала. Вот вы включили компьютер. Жмете на мой компьютер, появляется наше окошко с тем, что у вас есть. Предположим, вам надо перенести информацию с диска, с флешки, которую вам кто-то принес к себе на компьютер. Как вы поняли уже, вот эта флешечка наша, это вам принесли. Вы ее вставили, увидели. Вот это же остальное, это все так называемый наш компьютер, наши носители. То есть, чтобы сохранить какой-то документ или какие-то данные к себе, надо отсюда переписать, например, сюда. Ну, это все равно. Так вот, я бы советовал делать следующим образом. Рядом с красным крестиком есть еще одна кнопочка, на котором нарисованы два окошечка таких вот, перекрывающихся. Если на них нажать, то наше окно уменьшится. Размеры этого, уменьшившегося окна, мы можем устанавливать, подведя мышку к его границе. Вот. Она превращается в две стрелочки туда-сюда. Нажимаем левую кнопочку и меняем размеры, как хотим. Изображение внутри нашего окошечка автоматически подставляется под размер. Видите, я уменьшаю его. Оно раз сделалось вот таким вот. То есть, вы уменьшили окошечко. Теперь, вы заходите, например, на тот носитель, который вам принесли на флешку. Вот, вы открываете ее. Вот, получаете список того, что есть на флешке. А теперь, например, вам надо перекинуть, ну, например, папку print L, вот эту вот, на диск C. На диске C нажимаете, вот, подводите к нему мышку. Нажимаете правой кнопочкой и выбираете пункт мышкой «Открыть в новом окне». И нажимаете левой кнопочкой на нем. И открывается новое окошко с содержимым диска C. То есть, диска, на который вам надо переписать слежки информации. Ну, видите, он загородил изображение того, что есть на флешке. Вот, за верхнюю часть, за верхнюю полосочку. Вот, на уровне красного крестика идет полоса, верхняя граница. Вы можете подвести сюда мышку, нажать левую кнопку и тянуть изображение этого окошка в любое место. В любое место экрана. Вот, оставили его рядом. Дальше. Подводите мышку к папочке или к файлу, в данном случае printl, который нам надо скопировать на диск C. Подвели. Нажимаете левую кнопку и держите ее нажатой. и тащите мышку на диск C. На любое пустое место. Ну, или полное место. Ну, в данном случае тогда файл скопируется вот в эту папочку. А так на любое пустое место дотянули и отпускаете левую кнопочку. И начинается копирование. Все. Первое задание мы выполнили. То есть мы скопировали с принесенной флешки к себе на компьютер. Я бы советовал вам на компьютере завести для своей работы одну или несколько папочек. Для этого на своем диске, вот, например, вот пускай диск C или D там любой, это будет вот наш рабочий диск. Для того, чтобы завести нам именно под себя для своей работы или для своих работ папку или папочки, чтобы знать, что это все наше. Это делается следующим образом. Вот в этом окошечке на пустом месте мы нажимаем правой кнопкой мыши. Подводим мышку к слову создать. Во вновь открывшемся окне выбираем слово папку. И получаем вот такое окошечко. Желтенькая картиночка, обозначающаяся папку. Рамочка. И в рамочке написана новая папка и выделена синим цветом. Это значит, что мы можем в данный момент набрать любое название, которое нам подходит. Вот мы берем и пишем «Моя рабочая папка». Написали любое название, которое нам нравится. Любое название написали. И жмем кнопку «Интер» на клавиатуре. Нажали. Вот у нас появилась моя рабочая папка. Чтобы стереть что-то с нашего диска, тоже жмем на том, что хотим стереть правой кнопкой. Я сейчас сотру вот этот принтель, который я с флешки перетенул сюда. Правой кнопочкой нажали. И выбираем в меню «Удалить». Компьютер на всякий случай спрашивает, действительно вы хотите удалить. Отвечаем «Да». Удаляется папочка. А теперь, смотрите, мы еще раз перенесем папочку «Принтель» в флешки к себе на компьютер на диск «С», но уже в нашу созданную папочку, которую мы создали под себя. Вот моя рабочая папка. Мы опять левой кнопкой подводим к той папочке, что надо перенести. Нажимаем левую кнопочку и не отпускаем ее. И тянем эту картиночку на диск «С». Вот если мы и так отпустим, то эта папочка просто появится на диске «С». А мы ее подведем к нашей, к моей рабочей папочке. Видите, строка стала синенького цвета. И если мы сейчас отпустим левую кнопку, то наша папка «Принтель» скопируется внутрь моей рабочей папки. Отпустили. Вот. Заходим теперь в мою рабочую папку и видим там нашу папочку «Принтель». Точно так же все, только наоборот делается, если вам надо кому-то на флешку перекинуть со своего компьютера. Стрелочка налево, выходим опять в диск «С». Заходим в «Моя рабочая папка». Берем файл «Принтель». Берем, это значит нажали левую кнопку и держим нажатой. И тянем ее на чью-нибудь флешку. Вот. Здесь может быть любая флешка. И отпускаем. Все. Так, теперь я закрываю флешку. Вот это у нас, вы запомнили, это съемный диск. И теперь давайте рассмотрим случай, когда с вашего компьютера вам надо записать на лазерный диск. Опять же, в левой части в этом меню мы находим вот наш DVD лазерный диск. Правой кнопочкой жмем на нем и говорим «Открыть в новом окне». Опять отводим его в сторонку. Из моей рабочей папки берем наш любимый файл «Принтель». И тянем его в окошечко лазерного диска. Но после того, как мы перетянем файл «Принтель» в окошечко лазерного диска, нам надо будет после этого нажать в верхней части окна кнопочку «Запись на компакт-диск». Жмем эту кнопочку. Ну, соответственно, мы имитируем, на самом деле ничего нет. Вот, нажимаем эту кнопочку и дальше со всем соглашаемся. Таким образом мы записали со своего диска на лазерный диск. Аналогично пишем с лазерного диска к себе. Теперь рассмотрим вопрос, как распечатать какой-то документ. Ну, чаще всего приходится нам печатать текстовые документы, набранные кем-то и набранные нами. Как я уже сказал, открываем мой компьютер. Например, вам принесли на флешке какой-то документ. Открываем нашу флешку. Выбираем, ну, например, любой файл, который надо распечатать. Нажимаем на него. Он открывается в том редакторе, в котором он создал. Ну, эту сложность уже не буду объяснять. Дальше. Жмем клавишу в левом верхнем углу файл. В открывшемся меню выбираем печать. Один раз левой кнопкой мыши. И дальше жмем кнопочку печать. Все. Этого нам достаточно. Единственное, остановлюсь, если к вашему компьютеру подключено несколько принтеров. Например, цветной принтер и там лазерный, черно-белый. И вам необходимо сделать выбор, на чем печатать. То вот здесь, чуть ниже кнопки печать, под словом принтер, в окошечке появляется вот такая вот стрелочка вниз. Если на нее нажать, то здесь высветится список принтеров, которые подключены к вашему компьютеру. Соответственно, вы можете любой выбрать. И уже на выбранный принтер, нажав кнопочку печать, запустить печать документа. Все. Так, выйти из режима печати можно стрелочкой назад, в левом верхнем углу. Вышли. Закрываем, как всегда, кнопкой в правом верхнем углу, крестиком. Также могут принести документы, набранные не только в Word. Могут принести и фотографию распечатать. Могут принести и распечатать документы, там, так называемый PDF, то есть, как будто каждая страница сфотографирована. Вот так вот, смотрите. То есть, документ PDF, это как будто множество фотографий страничек. Вот они, все странички, слева в столбике. Можно выбрать любую. Печать абсолютно одинаково производится. Нажимаем файл, нажимаем печать. Вот здесь вот только чуть-чуть другое изображение. Но точно так же в пункте названия мы можем выбрать прединтер, на который отправляем печать. Здесь можем выбрать страницы. То есть, диапазон печати, это значит, все печатать или часть только. Можем через запятую указать здесь страницы. Или сказать все страницы. Ну и остальное вас уже не интересует. Нажимаем ОК и начинается печать. Могут принести картинку какую-то. Например, вот такой вот аналогичный файл. Пардон. Здесь кнопка есть. Это просмотр картинок. Печать. Здесь есть кнопочка прям отдельно. Печать. Печать. Опять выбираем принтер. Только оформление меняется. Говорим во всю страницу. Или там две штуки на странице. Во всю страницу. И жмем печать. Все. То есть, принцип печати с компьютера одинаков практически для всех программ. Различается только оформление. Еще раз хочу показать вам программу, которая намного облегчает жизнь неопытного пользователя. для работы вот именно с файлами и папками. Она называется Total Commander. Это ее значок. Ну, значок может быть любой, но Total Commander. Жмем два раза левой кнопкой. Получаем уже готовые два окошечка. В каждом окошечке свой жесткий диск. Ну, в данном случае здесь C, здесь D. Также можем флешку выбрать. Список дисков находится над окошком. И перенос чего-либо осуществляется по кнопочкам, которые нарисованы внизу. Копирование и перемещение. То есть, мы выбираем, например, на нашей флешке наш любимый принтель. Вот, выбрали. Смотрим, чтобы в другом окне было изображение того диска, на который нам надо перенести нашу принтель. А если надо перенести в какую-то папку, вот моя рабочая папка, то должна быть в этом окошке открыта эта папочка. Вот, видите, здесь есть уже принтель. Ну, мимоходом я научу вас стирать. Мы жмем на это принтель, который надо стереть. И внизу ищем слово удаление. Вот оно, удаление. Контрольный вопрос. Правда ли, что вы хотите удалить? Да, хочу удалить. Еще один контрольный вопрос. Все удалить? Говорите, все. Вот так. Теперь мы видим, вот здесь вот моя рабочая папочка открыта. Она пустая. Идем в окно, где есть изображение нашей флешки. Один раз левой кнопочкой тыкаем на папочке нашей принтель. То есть той папочке, которую надо скопировать на русский диск. И жмем копировать внизу. Компьютер, как всегда, спрашивает, действительно ли вы хотите скопировать? Конечно. Отвечайте, окей. Все, информация переброшена. Вот такая программа называется Total Commander. Не у всех она на компьютерах установлена. Но если не установлена, можете попросить администратора установить ее. Продолжение следует...